Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения! С вами Рэй! Сегодня мы поиграем в игрульку на ПК, которая называется Jagment. Так, что у нас здесь? Мы выбрали с вами русский язык, это понятно, потому что нам надо всё знать. Кстати, этой игры вышел у нас релиз, до этого она была в разработке, очень долгое время. Когда она была в разработке, я в неё играл, но сейчас захотел уже, как говорится, поиграть в релизик. Так что, ребята, давайте поехали. Наверное, мы с вами начнём... Так, песочница здесь слишком всё легко. Обычная, сложные игры. Давайте, наверное, начнём с лёгкой. Нам хотя бы вспомнить всё, что как тут делается. Тут очень много всего нам придётся делать, поверьте мне. Очень тяжело будет, но будем стараться. Игрушка не из быстрых проходимых, так что будем пыхтеть. Милана, Лина и Макс. Курильщик. Слушайте, нам не нужен такой, да, по-моему, священник. Давайте-ка мы возьмём мужичка. Скорость движения слабенькая. Так, умный и библиотекарь. Вот так мы, пожалуй, оставим. Так, Лину мы, пожалуй, тоже будем с вами менять. Шериф. В принципе, неплохо. Так, добытчик у нас здесь Макс и Берсерк. Пожалуй, мы оставим. Вот так вот. Три персонажа нам дали для начала. Вау. Заставка. Вы были в очередном ежемесячном походе в лесу. Вам нравятся походы, ведь это побег от ежедневной рутины. Море, пиво и хорошее настроение. Внезапно из лесной тьмы выскочили два охотника, крича вам, «Прячьтесь!» Позади них раздавались громкие рычащие звуки. Из-за дерева появилось нечто. Тварь, подобную которую вы раньше не видели, что-то состранит страшных сказок. Она сцепилась с охотниками и начался бой. Вау. Демон. Ха-ха. Ну что ж, давайте наковыляем ему, что ли. Ха. Подсказки. Ой, блин, не прочитал. Ваша маленькая группа укрылась в лесах. Двое охотников в последний раз проверили оружие. Джереми и Чендлер никогда раньше не сталкивались с подобными существами. Но они все еще остаются ветеранами с многолетним опытом тренировки. Инстинкты подскажут, что делать. Левый шелчок, потом правый. Битвы происходят в режиме реального времени, но вы можете нажать на паузу и отдавать приказы. Пробел, чтобы остановить и запустить игру. Убейте существ. Фух, ну давайте. Так, а где у меня ребя... А, вот они. Вот они, мои ребятушки. Слушайте. А не слишком ли много здесь демонов-то на нас нападает, а? Так, вроде бы как все правильно я делаю, да? Расставил. Так, теперь надо запустить. На пробел. Гончие демоны какие-то. Слушайте, но пока вроде бы все легко. Ой, салабоны. Хе-хе. Расплюнуть. В укрытии охотники слышат, как все больше существ прорываются сквозь лес. Испугавшись и застоив дыхание, они готовятся отражать еще одну волну атакующих. Эти существа могут атаковать издали. Укрытие в виде останков старого автомобиля может увеличить защиту от атак дальнего боя, а также увеличить точность. Охотники обладают навыками снаряжения, дающие им специальные способности в верхней части экрана. Так, все понятно. Дайте-ка мне, Джереми. Давай, спрячься за машину. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, они стреляют по нему. Эй, надо подхилиться. Лечись. Ага, отлично. Так, тут у нас жнецы. Один готов. Еще один. Все. Блин, Джереми, ты у меня... На последнем издыхании. Спрячься за меня. Джереми, вооруженный клинком, отлично подходит для бойца первой линии, в то время как Чендлер, вооруженная винтовка, лучше атакует издалека. Так, понятно, короче. Ближних лучше бить мечом, а дальних, естественно, с винтовки лучше стрелять. Убейте существ. Ну, давайте попробуем. Надо подхилиться. А у меня нету, ребята, нету лечилки. Блин, Чендлер, не подведи меня. Завали их всех. Ну-ка, дай я тебе подсоблю. Оу, и у тебя тоже здоровья мало. Да кто там, призрак еще какой-то. Ай-яй-яй. Фух, справились, блин. Ага. Так, что такое? Странные существа мертвы. Что это? Откуда они взялись? Выглядят словно демоны из очередного заурядного фильма ужасов. Но это не конец. Вы слышите еще больше рыков во тьме леса. Большая группа грозных созданий выползает на поляну. Они окружают охотников, а охотники кричат вам бежать. Не стоит больше терять времени. Вы делаете то, что они просят. Вы забираетесь на холм, с которого открывается вид на близлежащий город. Весь горизонт в огне. Ветер доносит до вас панические крики и грозный вой. Эти существа повсюду. Возврат в город явно не лучший выбор. Вы решаете двигаться прочь от города вглубь леса. Вы находите большую поляну. Пока что пора остановиться на время и понять, что произошло. Да, вот так вот, ребята, начинается у нас игрулечка. Поверьте мне, игрушка очень хороша. Кто не играл, пускай поиграет. А кто не хочет играть, то пускай смотрит. Как это буду делать я. Значит, у нас с вами три выживших, по идее, должны быть. Я не знаю, откуда тут охотники взялись. Но, по-моему, их раньше не было. В бета-версии их не было точно. Убежище. Из сражения с этими существами вы вышли сильно помятыми и полностью изнуренными. И теперь вам нужен отдых. Сейчас вы в безопасности. Но до сих пор слышите периодически взрывы из города, оставленного позади. Вы счастливы. Вам удалось пережить атаку. Безусловно, это только дело времени, когда власти призовут на помощь бомбардировщики в борьбе с существами. А сейчас слишком опасно даже думать о возвращении в город. И ваша группа решает пережить некоторое время в лесах. Осталась лишь жалкая горстка выживших. Которым предстоит соорудить какое-то подобие убежища, чтобы иметь шанс дожить до спасения. Постройте деревянную хижину, колодец, обеденный стол и кровать. Дебора, Рос и Макс. Ну, давайте приступим к сбору камня. Также нам, по идее, нужен, ребята, лес, вода, еда. В общем, все прелести жизни. Ой, дайте-ка мне вспомнить, что у нас как и почем. Давно-давно я в нее не играл, ребята. Ну, я думаю, что мы с вами все это быстро вспомним. Так, строительство. Нам нужна хижина. Так, ну это, я думаю, какая-то уж больно маленькая. Давайте, наверное, вот эту поставим с вами, да? Куда-нибудь здесь недалеко ее влепим. Вот так вот. Значит, они у нас делают хижину. И уже в хижине мы с вами будем делать все остальное. Так, камень-то камнем, ребята. Это все, конечно, хорошо, но нам нужен и лес. Давай, иди руби, Максимка. Так, все, домика не сделали. Что нам теперь надо? Нам нужно поставить... Так, это уничтожить. Это не то. Ага, вот. Обеденный стол. Вот сюда мы его, наверное, ребята, поставим. С краешку. Чтобы много места здесь не занимать. Так, Рос. Давай-ка, наверное, ты будешь у меня делать это дело. Я помню, что можно как-то им давать задания. Например, кто-то будет добывать камень, кто-то будет добывать дерево. Ну вот как? Надо все это вспоминать. Так, Максим. Куда бы тебя? Давай вот, наверное, сюда. Будешь дерево добывать. Так, ну у нас, ребята, как вы видите, 30 еды, 70 воды. Пока на первое время нам хватит. Но это пока на первое время. Колодец. Так, о, кровать нам нужна, ребят. Естественно. Кровать нужна для того, чтобы наши ребята могли отдохнуть. Ну и, соответственно, отдохнувшие, они работают намного лучше, чем вялые невыспанные. Так, Рос, сколько? А, в принципе, быстро кровать сейчас сделается. У нас стоит с вами, по-моему, да, автоматическое выполнение задач. Давай руби. Почему он все время идет к этим камням? Да в конце-то концов, а. Мастерская. Так, дерево. Колодец. Колодец нам тоже нужен, ребят. Потому что из него мы будем добывать с вами воду. Вода это тоже немалозначимый элемент у нас. Да елки-палки, ты посмотри, а. Он все идет и идет к этим камням. Так, подождите. Не здесь это все делается? Не помню я, как распределять. Учимся выращивать. Все мысли крутятся вокруг демонов. Кто-то из группы уверен, что они скоро заберут ваши души, а другие считают, что смогут встретиться с демонами и понять, что они хотят. Тем временем, поиск еды становится важнейшей проблемой. Так что вам придется выучить основы земледелия и вырасти свою собственную. Вам нужно собрать немного информации. Так, значит, мы изучаем с вами фермерство. Да, чтобы фермерство изучить, нам нужно что? Я даже не знаю, что. Стол для экспериментов, по-моему, да? Давайте рискнем с вами. Вот сюда мы, наверное, поставим столик. Макс пошел его делать. И уже там, по-моему, мы будем с вами изучать все. Долго, нет? Мне довольно быстро все дело пошло. Так, Дебора у меня почему-то пошла воду добывать. Макс, куда ты побежал? Почему ты не доделал? Ё-моё, а? Блин, ну что ты будешь с ним делать, а? С какого перепуга Рос поменялся с Максом местами? Хе, я пока не понимаю. Нам нужно как можно быстрее... А, стол уже сделал. Ну, это хорошо. Сейчас будут у нас идти очки исследования. Так, лом тут у нас будет. Вот, научные очки, да. Тут у нас много камня. А это что вот у нас вообще за кучи такие? Я не знаю, ребят. Ну, я знаю только одно, что все здесь нам пригодится. Абсолютно все и в очень больших количествах. Так, Максимка у нас покушал. Молодец. И дальше у нас набивает эти очки. Уже три очка есть. Хорошо. Так, фермерство. Нужно сколько? Пять научных очков, да? Пока три. Тут нужно двадцать. Блин, ладно. Хорошо, дождемся сейчас, ребята. Пятого очка. И уже будем изучать с вами фермерство. Вот, отлично. Дает нам овощную ферму. Источник пищи. Ваше исследование фермерства проходит прекрасно. Вам необходимо построить хотя бы две фермы, чтобы попытаться прокормить себя. Сейчас ресурсов на строительство недостаточно. Но вокруг можно много чего собрать. Рубите деревья, копайте камни и глину. И ищите в мусорке металлический лом. Короче, построить нам нужно две фермы. Хорошо. Так, где у нас строительство? Вот здесь. Так, вот она овощная ферма. Давайте ее куда-нибудь вот здесь, наверное, влепим. И нужна будет еще одна. А для этого нам нужно... Дерево. Понятно. Так, Рос у нас почему-то пошел добывать воду с какого-то перепуга. Максимка у нас добывает научные очки. Ладно, пускай пока так. Также, ребята, здесь можно все это ускорять. Ну, я имею в виду по времени. Ну, я думаю, что... О, металлическая руда. Какие-то палатки у нас здесь заброшенные лежат. Так, а где у нас, интересно, глина? Нам глина тоже понадобится. Ну, не сейчас, конечно, но в скором времени. Так, с водой все нормально, с едой пока тоже. О, дубинка. Дубинки нам тоже нужно, ребята, сделать как можно быстрее, потому что... Так, где тут их втыкать-то я уже забыл. Так, это броня. Ага, вот оружие. Вот сюда мы воткнем с вами дубинки, если мы сейчас их сделаем. Так, ну что, ферма уже подходит к концу, ребята. Иди-ка, дерево руби. Ты достал уже своей водой, на самом деле. Макс все еще очки учит. Сколько нужно? 20. Ладно. Тут вообще 30. Оп, Максимка лег у нас поспать. Устал, бенешка. Также тут производство, оружие, оккультизм, ритуалы. В общем, ребят, тут очень много чего будет. Игрулька, на самом деле, очень прикольная. Да, может быть, покажется кому-то, что она слишком долгая, затянутая. Но есть в ней свои прелести. Так, полив растений. Нам это пока все не нужно. Единственное, что мне не хватает рук. Тремя чувачками мы тут далеко с вами не уйдем. Уйти-то уйдем, но это все будет очень и очень долго. Смотрите-ка, Дебора поспать решила. Ладно, пускай спит. Она потрудилась. Рос у нас рубит деревья. Так, нам дерево нужно для чего? А, мы хотели с вами сделать потом дубинки. Обязательно нужно вооружиться. Сбор урожая, посадка растений. Здесь это все не нужно. Ферма, по-моему, она сама растет по себе. О, мастерская. Библиотека оккультная. Мастерская. А чтобы ее поставить, нам нужна, ребята, хижина. Потому что в нашем домике уже места нет. Так, давайте-ка, наверное, вот где-нибудь сюда, наверное, влепим. Да, вот так вот. Самый оптимальный вариант, я думаю, да? И рядом лес, если что. Так, давай-ка, Дебора, по-быстренькому. Тут еще, ребята, у каждого свои, как сказать, способности. Кто-то улучшает добычу быстрее, кто-то в воду. В общем, у каждого свои возможности. Пока я не буду с этим заморачиваться, но на будущее знайте. Три дубинки нам нужно. Все. Пускай делают. Как только они будут у нас готовы, мы сразу поставим каждому в руки по дубиночке. Ну, довольно быстро они их делают. Так, вторая и последняя дубинка. Третья. Так, ну что же, давайте возьмем каждому по дубинке. Конечно, это не самое лучшее оружие, но на первое время пока должно хватить. Куда у меня, интересно, рост пошел? Доделывать строительство? Домика или нет? Да, молодец. Так, а Дебора у нас пошла к ферме зачем-то. Ага, окучивает якобы. Хорошо. Блин, вспомнил бы, как тут назначать каждому задачу определенную. О, готово, ребят, давайте поставим сюда. Блин, не хватает. Мастерская. Угу, нужно дерево. Дебора пошла у нас собирать камни. Че хотят, то и делают, ребят. Ну, правильно, у нас тут автоматическое выполнение задач стоит. Поэтому они что выбирают для себя лучшее, то и будут делать. Так, чумилые ручки. Ну что, давайте изучим. Но на этом прелести жизни не заканчивается. Нам нужно очень много очков этих исследовательских, чтобы дальше развиваться. Блин, Рос, почему ты воду собираешь? У нас с водой пока все хорошо. Как ты этого не поймешь? У нас 76 запасов воды. Давайте попробуем так. Может быть, он тогда не будет никуда бегать. Ну, я имею в виду без автоматического выполнения задач. Пускай вот тут вот рубит. Я ему отмечу все эти деревья, которые нужно будет срубить. Как-то помню, можно вот так вот выделять и массово давать задачу. Ну, почему-то у меня это не получается. Странно как-то. Хорошо, ладно. Сделаем это все вручную. Так, давайте здесь пометим. Здесь. Ну, вроде на первое время пока хватит. Рос, ты что молчишь-то? Что стоишь-то? Смотри-ка, а! Без автоматической выполнения задач они, ребят, не несут древесину в здание. Будут стоять как дурачки. Блин. Куда он пошел? Он пошел у меня к колодцу. Доядрить тебе на корень, а! Вот сдалась ему сейчас вода-то, а! Так, Макс, что у тебя-то здесь? Ага, простая экипировка у нас доступна. Ну, тут овощная ферма. А здесь нужно 30 очков. Довольно много. Так, обработка дерева. Вот что нам нужно, ребята. Потому что лесопилка нужна, доски. Также, конечно, и оружие. Все! Все здесь абсолютно нужно. Я даже не знаю, за что хвататься в первую очередь. Ай, будем потихоньку, ребят, потихоньку. Главное, чтобы на нас не напали демоны раньше времени. Но основная задача у нас поставить сейчас вторую ферму. Ты посмотри, блин. То Рос у нас добывает воду, то теперь Дебора прибежала, а! Иди тогда, блин, руби нафиг деревья! Смотрите, ходят они с дубинками. Прикольно. Рос, наверное, устал. Сейчас пойдет спать ложиться, нет? Нет, он пошел покушать, блин. Ускорим маленько время. 4х скорость у нас в данный момент. Так, Дебора опять к колодцу бежит, да? Ну, так оно и есть, блин, а! Ай, непослушные вы дети, а! Поели, побежали, да, ага. Теперь Дебора пошла камни добывать. А этот воду, блин. Так, Макс у нас спит. Опять начал. Ну, в принципе, сейчас 30 очков мы наберем. И поставим, скорее всего, с вами, ребят, на улучшение что-нибудь. Точнее, на изучение. Так, производство. Вот это нам нужно. Обработка дерева обязательно. Во! Дофига нам что, конечно, это дает. Очень много. Даже щит деревянный у нас будет. Приоритеты. Но это нам пока не надо. Так, вот мастерская нам нужна, по-моему. Ее еще нет у нас. Вот сюда мы ее поставим. Да, как раз посерединочке. И Дебора побежала ремонтировать. Точнее, строить. Ну, молодец. Хотя бы здесь до нее доперло. Что мне нужна мастерская. Молодец, девочка. Так, что у нас дальше? Очки оккультные. Пока нет, ребята, этого всего. Вот, создать задачи. Подожди, задание. Так, две овощные фермы. Да, кстати, две овощные фермы. У нас дерева-то хватает, чтобы мы смогли с вами сделать вторую ферму-то. Нет, не хватает дерева. Так, ну что же. Значит, нужно добывать. Давай, Рос, беги, добывай. Я тебя только прошу. Ты уж добывай конкретно. А не одну древесинку срубил и побежал там опять воду добывать. Рубка деревьев. Не знаю, вот надо как-то вот здесь вот приоритеты выставлять. Но почему-то у меня не получается. Хотя, вроде бы, я не отказывался от обучения. Слушайте, а может быть отказывался? Надо будет потом посмотреть. Так, опять он за водой побежал. Ну что ты, блин, будешь делать? Ну, Рос, я такие-то. Беги давай, мне нужна древесина. Мне нужно делать эту ферму вторую. Потому что мы дальше не продвинемся. Не на йоту. Ну-ка. Сколько там? Еще шесть. Шесть древесин нужно. Что-то, Дебора, ты слишком долго там делаешь. Макс, давай-ка нафиг, помогай. Хорош там изучать. Как говорится, халявничать, халтурой заниматься. Мы еще пока то, что изучили, не можем, как говорится, реализовать. А ты все там очки у меня набиваешь. Блин, я вот не помню. Нет, в бету играл. Как-то мы с вами пополняли вот это вот свое поселение. То ли они сами к нам приходят, когда у нас развивается наш городишко. То ли еще каким-то макаром. Давайте вот сюда рядышком поставим. Кто у нас? Максим пошел делать? Отлично. Все, сейчас мы с вами сделаем ферму. И нам должны, по идее, дать очередное задание. Вот, как раз у нас и это сейчас подойдет к концу. Давай-давай, Рос, быстрее-быстрее. О, отлично. Пища. Материалы не учитываются, ребята. Только готовая пища. Соответственно, фрукты, которые там, овес мы будем собирать, это не учитывается. Только готовые продукты. Лом, стрелы, доски. В группе нет нытья и истерик. Лишь четкое понимание, что ваше выживание сейчас зависит от способности выполнять базовые задачи каменного века. Как ваши предки делали много тысяч лет назад. Группа должна охотиться и быть способной защищать себя. Поэтому несколько деревянных дубин точно не помешает. А, я уже поставил, ребят. Нападение. Никто из вас и не думал, что группа смогла убежать от демонов. И точно маленький бес прогуливался рядом и заметил лагерь. Вы должны подготовиться к защите как можно лучше. Будьте готовы встретиться с агрессором. Так, ребята. Где этот маленький демон? Мне не нравится, что он здесь где-то шныряет. Так, на вас нападают. Все, у нас дубинки стоят. Ага, кто там? Огненный бесенок. Так, давайте-ка мы их всех в кучку сейчас поставим. Выделим. И будем вот этого вот бесенка атаковать. Он здесь один. Шансов у него на выживание, я думаю, нету. Так, оу, он стреляется. Так, 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 ну-ка, накумарим. Накумарим его по-баренькому. Готов. Найденные предметы. Сера. Тоже редкий материал. Пригодится нам в дальнейшем. Осознание факта того, что вы смогли успешно защититься от нападений демонов, слегка подняло ваш боевой дух. Прошло, однако, уже немало времени с момента их появления. А помощи от военных по-прежнему нет. Тяжело принять мысль о том, что, возможно, вас не спасут вообще. А как насчет того, чтобы возглавить ополчение из выживших и попробовать противостоять демонам самостоятельно? Вам следует подготовиться. Вокруг вашего места дислокации есть несколько точек, в которые можно поискать что-нибудь полезное, ресурсы, материалы или предметы. Нужно организовать исследовательский поход в ближайшие интересные места, недалеко от лагеря. Демоны часто проходят через лес, поэтому разведческий отряд должен быть хорошо вооружен. Наведайтесь в соседнюю локацию. Че-то у меня, ребят, пока нет такого желания куда-то их отправлять. Ну, я знаю точно одно, что карта здесь, будь здоров. Так, нам нужны доски. А доски делаются у нас, по-моему, на лесопилке. Поэтому нам нужно делать лесопилку. Так, 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 давай, иди, иди, роз. Добывай дерево. Так, управление колонией. Так, у нас тут салаты и питьевая вода. Бонусы. Активировать режим планирования обороны. Зачем? У нас пока нет никаких боевых позиций, нам это все не нужно. Показать задачи. Задачи, вот. Камень, сбор воды, исследование, рубка деревьев. Мне нужна рубка деревьев. По идее. Блин. Не помню, хоть убей, что тут надо сделать, чтобы они добывали именно дерево. Они сейчас в данный момент, что хотят, то воротят. Наведаться, блин, в соседнюю локацию, да? Так, иди вот это дерево доруби, Дебра. Так, у нас тут две фермы. Вот лесопилка. Не хватает, опять же, ребята, древесины. И библиотеку нужно делать. И, в общем... О, тренировочная площадка, кстати, тоже пригодится нам. Там наши бойцы будут навыки боевые повышать. Но нам нужно для начала лесопилочку поставить. Так, в общем, цель номер один. Блин, как можно больше древесины добыть. Так, Макс. Опять ты там исследуешь все. Вот он хлебом не корми. Дай ему поисследовать все. Так, создать задачи. Рубка деревьев. Ну, я же знаю, что как-то вот так должно быть. Рубку деревьев выбираешь, и все. И это привязывается к нему, и он будет постоянно их рубить. Но почему-то здесь эта фишка не прокатывает. Блин, боевые позиции. Да нет у меня пока боевых позиций. Активировать их не надо. Вот, ребята, у нас карта мира. Вы смотрите, какая она большая. Это то, что нам только открыто. Там дальше еще открывается. Поэтому путешествовать придется здесь очень долго и много. Создать задачи. Да какой толк? Не могу я никак создать задачи. Ничего они не хотят. Сами по себе живут. Я им, как говорится, вообще не в указ здесь. Придется вот, как говорится, по старинке, блин, делать. Выделять, отправлять. Они добывают. Потом идут домой, относят. Или переключаются на другую задачу. Как-то вот таким макаром они живут. Сами по себе, блин. Эх, массово выделить тоже у меня почему-то не получается. Не знаю. А раньше можно было такое сделать. Нет, если бы, конечно, было бы тут обучение такое доскональное, то, возможно, нам бы все объяснили. Я бы вспомнил. Так, а вот тут у нас что? Рубка деревьев. Так, мне нужно как-то поставить здесь приоритет. А как? Как это сделать? Блин, слишком дофига тут приоритетов. Зачем мне вот камень? Сейчас не нужен камень. Исследование тоже. И в воду не надо. Оставляем чисто рубку. Даже патруль мне не нужен. Хотя патруль лучше оставим. Мало ли кто нападет, а он даже не увидит. Так, и здесь все везде под патрулем. Вот это-то зачем нам нужно? Так. Я могу только убрать. А почему я не могу назначить-то? Эй. Олухи. Как же все тут замудрено. Ну ничего, ребята. Все вспомним. Все с вами. Узнаем, как оно делается. Сейчас у нас пока пробная такая серия. Производство кирпичей. 60 очков научных надо. Во. Приготовление пищи. Отлично. Ребят, мы с вами изучили. И дают нам там хлебушек. Ну и также поле пшеничное. Можем с вами построить. Еды. Еды у нас маловато, ребят. 27 всего лишь осталось. Надо будет что-то нам с пропитанием делать. Иначе они у нас погибнут. Без еды. Без еды, без воды. Тут, естественно, сразу неминуемая смерть будет. Смотрите, ну вроде бы стоит приоритет, да? 60% добытчик. Все хорошо. Но почему-то он у нас этим не занимается. Аглоед. Как же мне это сделать-то, а? Вроде бы все. Оставил только нужное нам. Вот здесь вот надо стрелочку вверх. Но у меня ее почему-то нету. Нету выбора поставить. На приоритет. Хм. Интересно. А может быть тут нужно вообще все отключать? И оставить только один параметр, который мне нужен? Может быть тогда бы... О, подождите-ка. Или же... Может быть нам нужно сделать вот так вот? На первое место ставить? Так, ну предположим, Макс у нас будет заниматься древесиной, да? Я ему поставил приоритет. Ну якобы. Давай посмотрим, где у нас Макс. Макс... О, смотрите. Пошел-таки рубить древесину. Неужели сработало? Так, а роз у нас почему-то пошел к камне. Вроде бы там я ему ни камни ставил в приоритет. Ха. Так, лом дубины. Ммм, древесина. О! Нам нужно поставить с вами, получается, лесопилку. Древесины уже достаточно. Где она у нас здесь? О, пшеничное поле, ребята. Нужны доски. А досок у нас нету. Вот она, лесопилка. Так, куда бы ее влепить? Здесь как-то далековато. Вот, давайте вот, наверное, вот сюда, рядышком, поставим. Тут и лес как раз, да? И домик, и лесопилка будет. Шикарно. Лес, кстати, нужно обязательно, ребята, сажать, потому что он здесь не появляется сам по себе. То есть мы деревья-то рубим, но они не вырастают. Только мы можем сажать. Только за счет этого они будут у нас появляться. Ну и куда ты у нас, Дебора, побежишь? Только не говори, что к воде. Ты посмотри на нее, а. Ну ведь нету у меня в приоритете воды. Почему же она все время воду не собирает? Макс тоже стоит, тупит что-то. Так... Разведка, пистолеты. Хм... Да, да, ребята, тут они получают уровень, и мы сможем с вами повышать им определенные навыки. Что тоже немаловажно. Погоди, 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 мне этого не надо было. Взяли, поменялись почему-то, да? С Деборой. С какого перепуга, непонятно. Так, ну что, ускорение. У нас третий день с вами. Мы живем, пока живем. Хе-хе. Эй, погоди. Кровавые рубины? Так, нам не нужны кровавые рубины. Вот, вот это нам нужно, ребят. Будем сейчас рыскать в хламе и искать полезные нам вещи. Так, Рос у меня пошел спать. Максим, ты там что, не зажрался ли? Давай, иди. Так, подожди, а он почему-то не может. Так, ну давайте вот так сделаем. Максимка побежал. Что он сейчас тут у нас будет находить? Давайте посмотрим маленько. Какие-то старые такие лагеря. Так, лом. Бутылки какие-то нашел там. Рос, значит, у нас занимается лесопилкой. Дебора будет тоже здесь у нас обыскивать. Напоминает мне чем-то. Майн оф вар. Помните, там тоже надо было разгребать всякий хлам. Что-то находить для себя. Блин, эта лесопилка очень долго строится, я смотрю. Ну, зато, как мы ее сейчас сделаем, сразу будем заказывать себе бревна. Левелап. Вот, о чем я вам и говорил. Так, Макс. Разведчик. Так, так, так. Что бы тебе сделать-то такое, а? Собирать карьер, пистолеты, разведка. А как сделать? Хм, я не могу почему-то здесь нажать ни на что. Разведка. Странно. Я думал, что плюсик и все. Ой. Ой-ой-ой. А как отменить? Блин, зачем мне автоматическое оружие? Ё-моё, блин. Взял как дурень. Потратил балл на какую-то ересь. Когда это автоматическое оружие у меня вообще появится? Ё-моё, а? Но зато, когда появится, у нас будет один выживший, который будет готов им пользоваться. И, надеюсь, довольно неплохо. Что? Блин, что такое? Я не могу понять. Пшеничное поле. Нужны доски. Так, погоди-ка. Нам нужно кого-то отправить на лесопилку. Ну-ка, Максим, попробуй-ка. Я уже, честно говоря, не помню, как доски-то делать надо. Ой, а он что-то не хочет. Странно, а почему? Почему ты не хочешь у меня делать доски? Хм. Так, я опять, видимо, что-то неправильно делаю. Так, ладно, хорошо, руби. Может быть, он, если срубит, понесет на лесопилку. Да нет, это бред полный. Не так все это делается. Так, Дебра, ты что-то там вообще заискалась уже. Кто-то неподалеку преследует враждебные существа. Отправьте группу ему на помощь. Возможно, он захочет присоединиться к вам. Вот. Вот это хорошо. Ну-ка, давайте глянем. Ох, ё-моё, как далеко-то. Враги. Спасательная миссия. Так, отправка выживших. Ну, давайте отправим. Двоих, ребят, возьмем. Вот. Выбрали. Мамонты. Группа называется у нас Мамонты, ё-моё. Так, а как нам... Подожди, а как отправить-то их? Вот оно, что значит, все позабывал, а? Нет, она не двигается у меня, стоит на месте. Ага, вот, отправить на помощь. Идут потихонечку, не спеша, блин. Давайте ускорим маленько. И когда уже подойдем, притормозим чутка. Вот. Так. Ого. Нифига тут трупаков, ребят, валяет, смотрите. Нужно быть аккуратным. Короче, здесь... Либо демоны, либо люди. Но человек здесь должен быть однозначно. Потому что у нас спасательная миссия. О, пачки, малый демон. 43%. Чего? 43%. На, на, получи. А, видимо, выиграть. Шанс победы, 43%. Упал. Хорошо, один демон у нас готов. Нужно теперь... Искать выжившего, или еще тут будут демоны. От этого никто не застрахован, что можно напороться на какую-нибудь засаду. Ну, хорошо, тут карта небольшая. То есть, довольно быстро можно ее будет пройти. Кстати, вот так вот на будущее, ребята, разделяться не стоит. Потому что могут просто по одному потом вас повырубать. Надо идти кучнее. Что? Ага, здесь у нас конец карты. Чисто, никого нету. Ладно, давайте дальше. Разведывать. Слушайте, по-моему, здесь никого нету. Что у нас остается? Только лишь вниз перебраться. Вот сюда. Здесь еще довольно... Все, как говорится, темно и не раскрыто. Офигеть. От домов один хлам. Куча трупов. Хорошо, что у нас здесь, ребята, не зомби-апокалипсис. Ха, так бы пришлось бы с зомбарями воевать. А тут всего лишь с какими-то демонами. Да, всего лишь. Демоны, призраки. Минотавры почему-то. Или бесы. Кто там они? О, тихо. Это что такое у нас? Смотрите. Клетка. Ого. Смотрите, мы ее открываем. А почему... Почему остановились? Ух, как ты медленно-то. Ёлки-то палки. Что-то начал быстро и сейчас... Опа, очки. Смотрите, бесенок. Ну, вот так, готов, бесенок. А, видимо, ребята, рядом враг появился. У нас все это замедлилось. Рич! Ух ты, мы с вами спасли Рича. Так, давайте отсюда сматываться по-быстренькому. Так, мы можем с вами... Ага, тут побег. Ф-1. Хорошо. Давайте. Пускай они бегут у меня сами. Да неужели у нас с вами появится еще один выживший? То есть уже четверо нас будет. Ну-ка. Убитые врага мы получили с вами серу. Отлично все. Так, погодите, я не понял. А почему у нас двое? Смотрите, Рос и Макс. А где Рич-то? Эй! Блин, я не понял. Ну что, не пошел с нами, что ли? Блин, фигово как-то. Меня это расстраивает, если честно. Так, я уже позабыл, как нужно зайти-то обратно к себе в локацию. Это не то. Это не то все. А, вот, база, вернуться. Нет, все нормально, ребята. Рич с нами. Вот он. Это сразу жрать пошел, а, охламон. Еще даже не поработал, а уже хавает. Так, что бы тебя озадачить-то, а, Рич? Кстати, что у нас там? Ага, достижение открыто. Три дня выжили. Давайте вот на глину его отправим. Глина нам тоже нужна будет, чтобы мы могли с вами делать вещи уже из кирпича. Максим, почему ты не хочешь у меня делать древесину? Блин, вот же оно как делается. Вот здесь надо, ребята, заказывать доски. Вспоминаю потихоньку. Да, нехило стоит, конечно. Но оно того стоит, ребят. Так, и нужно будет нам еще экипировку сделать с вами. Простую. Вот. На две только хватило. Но, по крайней мере, хотя бы не голожопые будут бегать. И уже хоть в какой-то защите. Это для нас будет, естественно, плюс. Смотрите, с едой пока у нас все хорошо. 40 еды, 41. Где этот у нас глинозем добывает? Да, добывает. Вот, молодец, Рич. Так, что у него за навыки? Ближний бой. Может, может экипировать редкие предметы. А также, смотрите, редкую святую броню он может носить. Зато исследование минус 50%. То есть, исследовать он у нас ничего не будет. Потому что он слишком медленный. Ох, вот они. И досочки, ребята, пошли у нас. Все отлично. Жизнь налаживается потихоньку. Но радоваться рано, ребят. Потому что это лишь разминочка. Дальше будет очень и очень жестко, поверьте мне. Опять же, достижение открыли. Так как мы сделали с вами броню. Вот, одна штука уже есть. Доски делаются. Кстати, да, я хочу себе лук. А для этого нужны стрелы. А для стрел нужно дерево. Блин. Замкнутый круг какой-то. Так, кого бы нам отправить на древесину? Давайте Максима, наверное. Пускай рубит. А он все у нас исследует там что-то. А, ну он исследует это правильно, в принципе. Так, отметим сразу заранее здесь кусочек древесины. Блин, надо не забыть, ребята, деревья посадить обязательно. Так, вот такую вот полянку мы себе здесь выстригим, чтобы мы могли потом там что-нибудь построить. Не забывайте, мы будем еще заборы здесь сделать, колья, всякие защитные эти приспособления. Так, алмазы. Ё-моё, до алмазов нам как до Китая. Все, конечно, хорошо, но не в данный момент. Так, ну что? Что мы еще можем с вами сделать? Да, стрелы, точно. Мы с вами остановились на стрелах. Стрелы нужны нам для того, чтобы мы могли себе сделать луки. То есть это будет наше первое метательное оружие. Стреляющее даже, я так сказал. Птички поют, классно. Сколько у нас времени? Ну, всего лишь 2 часа дня. Все, зашибись. Никаких пока так нету. Ребят, как только демоны узнают наше местонахождение, ух, будет, наверное, жесть здесь. Рубка деревьев. Так, Максим пошел деревья у нас рубить. Это хорошо. Здоровье у него полное, сытость у него хорошая. И он выспавшийся у нас. Так, ну что там, сделали мне или не сделали эту? Как ее? Стрелы мы с вами заказывали вроде бы, да? Во, отлично, ребята. У нас стрелы сготовились. Так, подождите, лук надо же заказать. Так, еще возьмем. Так, а это посох с железным наконечником. Ближний бой дробящий. О, это уже лучше даже, чем дубинка, ребят. Отлично. Все. В общем, потихонечку-потихонечку мы с вами развиваемся. Ну, а на этой ноте, пожалуй, я и буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то сами знаете, что надо делать. И мы увидимся уже с вами в следующей серии. И тогда продолжим играть в эту замечательную игру. А на этом все. Всем пока и удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok